В рамках международной научно-информационной сети по вопросам Чернобыля и Крин, которая образована при ООН, в наиболее пострадавших регионах трех стран создаются информационно-компьютерные центры. На Брянщине такой центр уже работает в Новозыпкове и в скором будущем появятся взлынки. Эти учреждения позволяют местным жителям постигать азы компьютерной грамотности пользования интернетом. Как следствие, это дает возможность людям находить интересующую их информацию во всемирной паутине. Ведь уже доказано, что жить и вести хозяйственную деятельность в загрязненных районах можно. Но подходить к этому нужно с умом. Для тех, кто хочет отслеживать радиационный фон в своей местности, научиться безопасному земледелию, узнать что-то новое о личной гигиене и здоровом образе жизни, создан сайт чернобыль.инфо. Мы хотели бы донести до пользователей бесконечно надежную информацию. И у проекта есть гораздо меньше возможностей поддерживать этот сайт в качестве средства массовой информации с техническим ежедневным обновлением. Новая версия сайта будет работать скорее в качестве электронной энциклопедии, чем электронная газета. На сайте представлены карты загрязнений, подробные отчеты специалистов, советы экспертов. Есть раздел «Вопрос-ответ». Вся информация излагается доступным и понятным языком. Этот интернет-ресурс станет надежным советчиком для тех, кто волею судьбы оказался в зоне радиоактивного загрязнения, но хочет продолжать жить, работать и воспитывать детей. Александр Новиков. События. Киев. Украина.